Дайджест недвижимости Кроме того, президент поручил повысить ответственность губернаторов в сфере защиты прав дольщиков, а также строительных фирм за ущерб участникам долевого строительства. Отмечу, по данным Минстроя, сегодня в России более 80% жилья строится с привлечением средств граждан. Дайджест недвижимости Жалобы Слобожанки на разваливающийся дом довели до уголовного дела. Оно заведено с целью проверить законность действий слободских чиновников, которые на протяжении долгого времени не могут дать новое жилье одной из местных жительниц, сообщили в областном следственном управлении. Ранее в одном из СМИ была опубликована информация, что жительница Слободского, ветеран здравоохранения Галина Русинова, жалуется на непригодные для жизни условия. В 200-летнем доме, где ей приходится жить, нет отопления, света и даже оконных рам со стеклами. Отогревается в холода она либо у соседей, либо в общественных местах. Женщина уже 9 лет пытается добиться переселения. Три года назад получила судебное решение о законности требований. Но чиновники затягивают ее переезд. При этом они уже неоднократно получали предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. В данный момент расследование уголовного дела продолжается и изучаются все обстоятельства произошедшего. Дайджест недвижимости. А тем временем власти отчитались о выполнении программы по переселению из аварийного жилья. По словам чиновников, в нашем регионе она завершена на 95%. За пять лет действия программы на переселение из аварийного и ветхого жилья в Кировской области выделено 2 миллиарда 700 миллионов рублей. В том числе порядка 2 миллиардов средства фонда ЖКХ. В новые квартиры, приобретенные либо построенные за счет этих средств, должны переехать 2940 семей. Это 7060 человек. На сегодняшний день новое жилье получили 6680 человек. Сейчас реализация программы продолжается в Сосновском городском поселении Вятскополянского района, в самих Вятских полянах и в Кельмезе. Переселения там ждут 570 человек, которые живут сейчас в 253 помещениях. Власти обещают, что все они переедут в новые квартиры к концу года. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.